Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет рубрика «Готовлю на несколько дней». На самом деле я сейчас не особо так сильно много готовлю, но все-таки начну я с баклажан. Меня спрашивали, как я их готовлю. Я буду готовить лодочки. Все грунтовые баклажаны я обязательно замачиваю в соленой воде, нарезаю вот так вот лодочками, то есть так, как мне нужно, чтобы приготовить, и замачиваю в соленой воде, накрываю крышечкой, оставляю как минимум на полчаса, тогда из них выходит горечь, и они получаются очень вкусными. Обязательно я это делаю, особенно с сезонными баклажанами. Далее я их отвариваю до готовности, тоже в подсоленной воде, чтобы просто были солененькие, и выкладываю на противень. Можно убрать сердцевинку, то, что находится внутри, но я в последнее время этого не делаю. Далее я сверху просто выкладываю начинкой, можно немножко так прижать ложечкой, они получатся такие пошире, скажем так, больше начинки сюда войдет, но я что-то в этот раз пожарила не так уж и много начинки. У меня здесь грибы обжаренные с луком, грибы еще с прошлого года у меня еще в запасах есть, поэтому я решила сделать. Кстати, с грибами мне очень нравится. Дальше мы делаем вот такую смесь, что это сыр, яйцо и немножечко майонеза. У меня это сметанный майонез, можно просто взять сметанку или просто обычный майонез, неважно. Все это хорошенько перемешиваем и выкладываем сверху на баклажаны, на нашу начинку. Вот примерно таким образом. И все это ставим в духовку при температуре 180 градусов просто для того, чтобы стала такая румяная корочка. Ну, я не знаю, минут 15, наверное, может быть, 10. Я на самом деле даже не засекаю, я просто проверяю, так как баклажан уже готова, начинка уже готова, то отлично. Вообще, посмотрите в интернете, наберите лодочки из баклажана, вы увидите там разное наполнение, разную начинку, но с фаршем лично мне не понравилось. Это уж так дело вкусно с курицей еще, курица, грибы, лук, например, что-то в этом духе. Вот такие вот они получаются, то есть сверху вот этот сыр подрумянивается и все, они готовы. Можно кушать как холодными, так и горячими. Это любимое блюдо из баклажана моего мужа, ему очень нравится, вообще он у меня любит баклажаны, но не любит кабачки. Так что, если вы любитель баклажан, то обязательно сделайте, если вы еще не делали такие лодочки. Вот, поверьте, очень вкусно на самом деле. Вот, ну, как я сказала, начинка может быть абсолютно разная, какая вам больше всего нравится. Дальше я буду делать куриные наггетсы, как в KFC, так называют у меня дети. На самом деле, по-моему, этот рецепт изначально так и назывался. Добавляем специи, которые вы любите, и заливаем все это соевым соусом, чтобы промариновалось. То есть, соответственно, смотрите, чтобы специи не содержали соль, чтобы не пересолить сами наггетсы. Вот, оставляю я тоже примерно где-то на полчаса, может быть, ну, максимум час у меня обычно вот стоит, хотя можно, в принципе, и поменьше. Далее засыпаем, лишнюю жидкость я сливаю, и засыпаю все это мукой, хорошенечко вот стараясь, чтобы каждый кусочек у меня был в муке, так, чтобы облепился мукой, скажем так. И дальше я это все выкладываю на дуршлаг, промываю и снова засыпаю мукой. Муку, на самом деле, можно тоже смешать с какими-то специями, добавить соль, и тогда получится вот эта хрустящая корочка такая более вкусной. То есть, единственное, что вот эти кусочки, они, когда вы промываетесь, снова засыпаете мукой, они слипаются, поэтому нужно быть тоже внимательны и кусочки не делать слишком толстыми. У меня это куриное филе, можно то же самое сделать из индейки, ну, из филе индейки, да, или, допустим, филе бедра брать, да, у меня здесь куриная грудка. Вот, далее я, какую-нибудь емкость можно и брать в сковородку, но я почему-то вот привыкла к этой кастрюльке, наливаю масло, можно налить много масла, чтобы сразу обжаривалось с двух сторон, но мне жалко портить столько масла, поэтому я просто потом переворачиваю, то есть жарю с одной стороны и потом с другой стороны до готовности. Вот, масло предварительно нужно, естественно, разогреть, вот так вот у меня обжаривается. Готовность проверяю, просто корочка становится такой золотистой, но, вот видите, я переворачиваю здесь, но главное не пережарить, потому что, ну, соответственно, все может подгореть, да, вот. Обжариваю так каждый кусочек и получается очень-очень вкусно. Дальше меня также спрашивали про салаты. Я в закупках из магазина Лента показывала, что я покупаю постоянно горошек и консервированную кукурузу, да, и делаю различные салаты. На самом деле, вот, все, что у вас есть из вот таких овощей в холодильнике, все вы можете использовать. Но, соответственно, основной ингредиент лично у меня это помидоры и огурцы, хотя бывает такое, что, допустим, есть только помидоры, нет огурчиков, или наоборот. В общем, все, что есть, я все это нарезаю. Опять же, нарезать можно, как вам больше нравится, как вы больше любите, как у вас фантазия проявляется, скажем так. Вот, ну, в общем, по-разному. Еще нарвала зелень, и здесь у меня укроп и кинза. Можно, ну, опять же, нет зелени и нету ее, есть и есть. Можно было еще взять сюда лук, перышки, да, или просто репчатый лук. Ну, я что-то не стала, не знаю почему. В общем, все, что вам нравится, да. И салат. Вот это у меня с огорода салат, он такой небольшой у меня нарос. Его можно порвать руками, можно порезать, как я. Также сюда очень подойдет салат айсберг или китайская капуста, или просто обычная капуста, которую предварительно нужно вот так руками, да, пожамкать, я это называю, чтобы она стала мягенькая. И, в принципе, все. То есть, любой, любая капуста, любой салат, какой вам больше нравится. Ну, с руколой, наверное, не так вкусно, но, по крайней мере, мне не так нравится, как вот с обычным салатом. Далее добавляю кукурузу и масло. У меня это кубанское вот такое масло, кстати, оно мне очень понравилось. Оно такое прям ароматное, с семечками, знаете, такими пахнет, очень, кстати, вкусно. Добавляю сюда масло, майонез или сметану мне не очень хочется. Вот обычно я, если с кукурузой, то просто так делаю. Опять же, в этот салат можно также, допустим, добавить креветки или крабовые палочки, или также куриное отварное мясо, или, ну, вообще, вот все, что я называю эти салаты, знаете, из того, что было. Все, что есть в холодильнике, все, что можно покрошить в салат, я и добавляю. Даже просто обычный овощной салат с добавлением кукурузы получается более вкусный. Вот такие, кстати, наггетсы получаются. Видите, они такие, из-за того, что промываем вот этот первый слой муки, то есть это так было в рецепте на самом деле, они получаются такими вот, ну, как бы неровными, такими, в общем, очень классными. Вот, так что салаты делаю разные. Потом покажу, как я с горошком делаю. Обычно все то же самое, только добавляю горошек и отварное яйцо. Можно даже без отварного яйца. И вот, кстати, с горошком я обычно заправляю, когда салат такой делаю, я заправляю либо сметаной, либо майонезом. В общем, по-разному получается. В общем, вот такие, такое небольшое, небольшое видео у меня получилось. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Спасибо за просмотр и до новых встреч!